Привет, друзья! Это Зверько и зеленый гайд на Ханаби. С моим интернетом ее сложно пикнуть вовремя, поэтому приходится выпускать видео с задержкой, когда уже большинство накатаются. Кстати, вы заметили, что моделька Ханаби явно меньше моделек других персонажей в бою? И как вы еще могли заметить, Ханаби понерфили, как я, и предупреждал в обзоре, но она все равно остается опасным стрелком, но в лейт игре и при наличии адекватного фронтмена, а лучше двух. Фронт контролит противника, а вы вливаете урон, но этот урон на старте очень мал и на ранние пострелушки не рассчитывайте. Какие же эмблемы взять? Лес Ханаби забирает долго, а фарм нужен, поэтому берем или убийцу с монетами, или стрелка с замедлением. Дополнительный навык я предпочитаю брать вспышку, хоть один тейскейп нам нужен, но если вы уверены в своих танках, можете взять и вдохновение. Наши основные навыки. Пассивка, баланс. Когда у Ханаби полное здоровье, 50% от вампиризма преобразуется в 20% щит от максимального количества хп. Пока щит активен, Ханаби имеет иммунитет к контролю. Звучит конечно здорово, но по факту эти 20% очень малы. И если навык контроля сначала наносит урон, а потом на накладывает контроль, с Ханаби слетает щит и она получает контроль. А навыка эскейпа у нее нет. Первый навык. Листья лезвия. Включаем навык. Ханаби тратит ману с каждым выстрелом с руки, а ее снаряды получают возможность рикошетить в ближайших противников и башни. На первом левеле навыка 2 рикошета и 30% от основного урона. На шестом левеле 4 рикошета и 50% урона. Пассивная часть навыка. Вампирик 7% и плюс 3% за каждый уровень навыка. Итого 22% в конце. Это наш основной дамажащий навык. Прокачиваем в первую очередь. Хоть и бесполезен против одиночной цели, но если рядом с ней есть еще одна цель или башня, рикошеты будут наносить урон и основной цели и вторичной. Плюс рикошета в том, что на них распространяется крит. Минус пассивки предметов. Срабатывают на нашу первую цель. Маленькая хитрость. Не можете догнать врага или он спрятался за башней. Атакуйте крипов или башню и противника может добить рикошетом. Пассивная часть навыка поможет реже уходить с линии при осторожном фарме. Второй навык. Свиток души. Ханаби кидает кунаи в выбранном направлении. Кунаи наносит уроны всем на своем пути, замедляя их на 60%. Длительностью в 2 секунды. От пораженных героев ханаби восстановит немного маны. Навык можно использовать как добивание, только смотрите, не промахнитесь. Кунаи летит довольно медленно, хоть и дальше, чем стандартный выстрел. Маны добавляют немного, но это приятная мелочь. Можно использовать для более быстрого фарма леса или чекать кусты. Кидаете кунаи в кусты и если к вам летит из кустов в синий мотылек, кто в кустах, кто-то есть. Ульта. Хиганбанда. Хиганаба. Хиганбана. Ханаби запускает огромный цветок в противника, которому рутит его на 2 секунды. То есть противник стоит, но может отстреливаться. Цветок выпускает корни и если противники попадают в корни, то тоже получают рут, но не более одного раза на цели. Навык очень зарекомендовал себя в массовой схватке. В можно использовать для отступления, но и тут нужна меткость и реакция. Пойдем от сборки к тактике. Особенность сборок АДК. Они собираются в основном под собственный стиль игры и немного от сетапа противника. Я предпочитаю на АДК быстро бегать и критовать, и поэтому первый айтем нож охотника. Как-никак, а лес придется забирать. Сапоги-скороходы. Ну, люблю я быстро бегать. Багровый призрак. А еще люблю быстро стрелять, поскольку рассчитывается шанс крита на каждый рикошет, шанс активации призрака повышается. Ярость берсерка. Увеличивает урон от критов. Когти хааса. Наш отхил. Это и наш щит. Да, я пробовал с трезубцем, но даже постоянно включая и выключая первый навык, ханаби 1 на 1 при равных сборках проигрывает то и ханаби, что с когтями. Говорящий с ветром. Увеличит шанс критов и наш массовый урон. Последним, конечно, клинок отчаяния. Или, если нас достают маги, возьмите что-нибудь на защиту от магов за место этого клинка и соберите пораньше. Тактика. У нас низкий и начальный урон, и лезть на мид я очень не рекомендую, поскольку там должен стоять персонаж не только быстро уничтожающий крипов, но и быстро чистящий лес. Баф нам тоже не очень поможет, поскольку усиление на 10% ничтожно мало для непрокачанной ханаби. Вот когда у вас первый навык будет уже на шестом уровне, тогда можно будет взять баф. И если он не нужен какому-нибудь магу или убийце. Идем на боковую линию, желательно с танком, имеющим контроль. И фармимся, фармимся вплоть до массовых схваток. Вам желательно иметь два полных айтема, не считая сапог, до файтов. Перед атакой кидаем кунай для замедления, после чего ультуем и уже с включенной первой способностью разваливаем противника, внимательно наблюдая за собственными хп. Желательно ультой попасть в самую гущу героев. Это даст возможность нанести максимально урона, пока они не разбежались в стороны как от ульты Бруно. В лите и при сильном фронте ханаби очень опасна. Она быстро сносит волны крипов, может отнять лорда, нанеся много урона вражеской команде. И зарудить всех врагов, что даст тактическое преимущество собственной команде. Как играть против ханаби? Она очень уязвима для убийц и магов-прокастеров. Также успешно погибает от Лейсли. Надеюсь, этот гайд вам поможет. Делитесь этим видео и обсуждайте героев. Подписывайтесь на канал и ставьте лапки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok